Фильмы о Джоне Уике показывают одни из самых зрелищных сцен в современном жанре боевика. В этом ролике вы увидите все самые лучшие эпизоды фильмов серии Джон Уик, от кадров, объясняющих жестокое прошлое главного героя, до просто классных моментов. Мы все прекрасно знали, когда начинали смотреть первого Джона Уика, что жестокости будет очень много. Чего мы не знали, так это того, как добродушный на вид парень научился забивать кого-то до смерти книгой или убивать троих человек карандашом. Мы впервые увидели его темную сторону вскоре после того, как была убита его любимая собака, и он решил, что пора вернуться к своей прежней жизни. Прежде чем отправиться в отель Континенталь, Джон приготовился к действию, приняв хороший душ и продемонстрировав, что у этого тихого провинциального вдовца есть великолепная и зловещая татуировка на спине. В этом рисунке есть несколько примечательных элементов, но самый запоминающийся из них – это надпись на плечах, которая гласит, Fortis Fortuna Audivat. В переводе с латыни она означает, что Фортуна любит смелых. Вся сцена очень темная и проходит довольно быстро, так что, если вы не знакомы с латынью, но у вас отличное зрение, вы захотите поставить момент на паузу, чтобы полностью насладиться эффектом. Как только вы это сделаете, то увидите, насколько значима эта сцена, как подоплека предстоящих убийств, так как Джон довольно удачлив, когда идет прямо к своей цели, как бульдозер. И это при том, что главному герою, подобравшему очаровательного щенка, придется непросто на протяжении всего фильма. Сцены драк в фильме Джон Уик часто называют одними из лучших в современных боевиках, и это вполне оправданно. Но они – не единственное, что заслуживает похвалы. Один элемент, который часто забывают упомянуть – это то, насколько красиво сняты эти кадры. Для тех из вас, кто ищет новый фон рабочего стола или экрана блокировки телефона, Джон Уик предоставляет множество вариантов. Один из любимых кадров зрителей – это снимок Джона, уходящего в замедленной съемке от кучи горящих денег после того, как он берет штурмом церковь, которая является прикрытием для преступных организаций. Кинематографический подход «Крутой парень уходит» имеет давнюю тенденцию в боевиках – настолько, что группа The Lonely Island даже написала песню об этом. Сцена с Джоном Уиком не предполагает взрыва на заднем фоне, но и без того она великолепна. Там, где нет пиротехники, момент восполняется безупречным стилем. Замедленные движения, тени, падающие на лицо Киану Ривза, и пламя, поднимающиеся из фитиля, когда он спускается все глубже в свой личный ад, заставляет поставить фильм на паузу, чтобы сделать крутой скриншот. Киану Ривз не всегда рассматривается как самый эмоциональный актёр. Если вы ищете кого-то, кто может показать глупое выражение лица или, наоборот, дзен-спокойствие, то вы пришли по адресу, но если вы хотите, чтобы игра актёра была полна эмоций и энергии, Киану Ривз явно будет не первым в списке. Но в Джонни Уике актёр показал всю ошибочность такого мнения. Правда, Джон обладает тем же спокойствием и сдержанностью, которую Ривз привнес во множество других ролей, но это только делает его ещё более интересным, когда он, наконец, срывается. И делает он это круто. Его первое очное противостояние с Виго в исполнении Микаэля Нюквиста – один из самых знаковых моментов во всей франшизе благодаря этой рычащей фразе. – И теперь, да, я думаю, что я вернусь! Этот момент настолько красивый, что он был показан в трейлере, и это делает всю сцену невероятно запоминающейся. Здесь стоит остановить просмотр по нескольким причинам. Во-первых, мы редко видим Ривза в гневе, что позволяет довольно легко поверить в слухи о том, что Уик на самом деле сверхъестественное существо. А, во-вторых, учитывая, что эта сцена строится на крики Ривза. – Так что вы можете отмечать своего сына, или вы можете смерть, живя рядом с ним! Возможно, вам придется сделать паузу, чтобы немного успокоиться. Если вы тот тип кинозрителя, который проверяет doesthedogdie.com прежде чем смотреть что-либо, Джон Уик, вероятно, не лучший выбор для вас. Тем не менее, в первом фильме действительно есть много интересного для любителей собак. Наиболее очевидным является тот факт, что большая часть фильма сосредоточена на парня, который мстит за убийство любимой собаки. Кроме того, финал приводит героя к другому пушистому существу, которое нуждается в его помощи. Сцена с Джоном в ветеринарной клинике создает эмоциональный кульминационный момент, которому позавидовало бы большинство драм об отношениях. Речь идет о фитбуле, которого должны усыпить, но мягкосердечный убийца не собирается позволить этому случиться. Этот момент, когда Джон выпускает своего нового лучшего друга из клетки, достоин паузы хотя бы потому, что это один из лучших кадров с собакой, который мы видим во всем фильме. Не то чтобы у нас были какие-то сомнения в том, что он хороший парень, но все равно приятно посмотреть, чтобы убедиться наверняка. Первый Джон Уик показывает нам основы теневого мира убийц и их отелей, но вторая часть погружает зрителя в этот мир еще глубже, когда рассказывает о векселях. Они, по сути, являются физическим воплощением услуги, оказанной кому-либо. И пускай эти предметы достаточно малы, чтобы поместиться в кармане, они имеют серьезный вес и значение. Если у кого-то есть ваш вексель, вы не можете отказать владельцу в его просьбе, независимо от того, что это такое, иначе навлечете на свою голову гнев всего мира убийц. С присущей им склонностью к драматизму, они прячут иглы в этих медальонах, чтобы официально обозначить долг кровавыми отпечатками пальцев. – Два правила, которые не могут быть разрушены, Джонасон. Нет крови на континентальных землях, и каждый маркер должен быть уважен. Векселя воплощают неотразимый стиль в дизайне артефактов этого смертельного мира и заставляют зрителей обращать на них пристальное внимание. А пока нам придется довольствоваться паузой в тех немногих кадрах крупным планом, которые проходят слишком быстро. Для фильма, который в основном посвящен Киану Ривзу, находящему захватывающие новые способы убивать людей, удивительное количество сцен в фильме Джон Уик 2 происходит в музеях и рядом с ними. В частности, злодей Сантино любит окружать себя шедеврами изящного искусства, которые имеют приятный побочный эффект, предоставляя зрителям несколько драматических кадров. И это не единственная причина, по которой предметы искусства были введены в фильм. Определенно, стоит нажать на паузу, чтобы получше их рассмотреть. Если вы это сделаете, то, вероятно, сможете понять некоторый символизм на экране. Возьмем, к примеру, сцену, когда Джон встречается с Сантино, соглашаясь на услугу, которую ему придется оказать из-за неоплаченного векселя. Они вдвоем сидят перед картиной Джованни Фатори Вторая битва при Кустоце, которая была написана в 1880 году и изображает битву Третьей итальянской войны за независимость. Несмотря на численное превосходство над противником, от 120 до 80 тысяч человек, итальянская армия была вынуждена отступить, оставив тысячи пленных. Вероятно, не будет преувеличением сказать, что Сантино, рассуждающий перед этой картиной о том, как подавляющее численное превосходство не всегда приводит к победе, может иметь некоторый тематический резонанс. – Это была моего отца коллекция. Я вижу немного больше, чем просто рисовать на канвасе, конечно. Сказать, что в фильмах Джона Уика есть отличные боевые сцены – все равно, что сказать, что вода мокрая. Эти фильмы, по сути, представляют собой шесть часов безостановочных сумасшедших сражений с несколькими перерывами для общения с собаками. Если вы ищите лучшие моменты из лучших, то обратите особое внимание на бой в Зале зеркал во второй части франшизы. Мы не знаем, почему у Сантино есть зеркальный зал для такого длительного боя, но поскольку преобладающая задача команды дизайнеров Джона Уика, похоже, заключается в том, насколько круто это выглядит, логика и рациональность отходят на второй план. Важно то, что эта сцена обеспечивает одни из лучших визуальных эффектов в серии – от битвы между Джоном и телохранителем, которого играет Руби Роуз, до калеидоскопических боев, где Джон и его противник окружены бесконечными отражениями. Со времен революции, созданной фильмом Матрица, мы не были так взволнованы, увидев, как Ривз сражается с бесконечными одинаковыми противниками. Вся экшен-сцена – это около семи минут чистого адреналина, и практически каждый кадр стоил того, чтобы сделать паузу и оценить происходящее. Кто сказал, что насилие не может быть прекрасным? Несмотря на свое громоздкое название, Джон Уик, глава 3 – Парабеллум, в российской локализации Джон Уик 3, фильм не тратит время впустую. В течение семи минут Джон забивает гиганта до смерти книгой в центре Нью-Йоркской публичной библиотеки и с этого момента уже не замедляется. Примерно через 15 минут Уик сражается с людьми, катаясь на лошади по центру Манхэттена. Это дикая поездка. Однако драка в библиотеке – это не та сцена, которую вы ставите на паузу, даже если пересматриваете ее снова и снова. Однако следующая сцена боя заставит вас остановиться хотя бы для того, чтобы увидеть, как создателям удалось снять визуальные эффекты, не убив ни одного из актеров на самом деле. Когда группа убийц загоняет Джона в угол на складе, полном старинного оружия, которое кто-то сохранил невероятно острым, мы наблюдаем за сценой с метанием ножей. На этом моменте стоит остановиться по нескольким причинам. Во-первых, довольно забавно подсчитать количество ножей, которые Джон умудряется метнуть в своих противников за 40 секунд. 19, если вам интересно. А во-вторых, зрителю явно захочется убедиться в качестве визуальных эффектов, которые показывают ножи, торчащие из людей. Точно так же, как и сцена с татуировкой Джона Уика в первом фильме требует паузы, чтобы хорошенько рассмотреть рисунок, сцена в третьей части, где главный герой прибывает в Театр Тарковского в надежде сбросить со своего хвоста преследователей, также не может остаться без внимания. Во-первых, в кадре мы видим балерину, у которой есть похожая татуировка, доказывающая, что пускай Джон, возможно, самый неудержимый выпускник программы подготовки цыганской мафии, он не единственный. Это путешествие за кулисы окунает зрителя в основы мира Джона Уика, но оно проходит слишком быстро. Другие балерины, переносящие страдания ради искусства, группа, практикующая джиу-джитсу, и даже картины, украшающие уютный кабинет главы мафии – все они требуют большего внимания. Но самое интересное – это золотые четки, которые вручает Джон – билет, принятый собеседницей Уика, которая затем заклеймит героя перевернутым крестом прямо поверх татуировки. Из всех моментов, которые показывают нам тайные общества в фильмах о Джоне Уике, именно этот кажется наиболее сакральным. Все участники точно знают, что происходит, что требуется и какова будет цена. Безумно интересно копаться в окружающей обстановке в поисках деталей, и этот момент нельзя не остановить, чтобы собрать все части пазла воедино. – Ты никогда не можешь домой снова. Встреча Джона со старейшиной, таинственным правителем убийц, который живет в пустыне недалеко от Касабланки и притворяет в жизнь сложные доказательства верности, проходит не совсем удачно. Конечно, Джон получает отпущение статуса экскоммуникада, но это длится всего около 20 минут, прежде чем он снова окажется по другую сторону и ему придется заплатить значительную цену. Если вы еще не видели эту сцену, давайте просто скажем, что Джон снимает свое обручальное кольцо не самым легким способом. Даже по стандартам насилия в этой франшизе этот момент одновременно напряженный и неожиданный, отчасти потому, что Джон наносит рану самому себе, а не кому-то другому. Оказывается, единственный человек в этих фильмах, который действительно может справиться с Джоном Уиком – это сам Джон Уик. Так что, независимо от того, смотрите ли вы в первый раз Джона Уика 3 или в 40-й, вы захотите сделать быстрый перерыв прямо перед тем, как произойдет этот кульминационный момент, чтобы сделать глубокий вдох, возможно взять себе стакан воды и мысленно подготовиться. Просто нажмите на паузу в тот момент, когда Джон поднесет руку к зубилу. Не благодарите. – Твой выбор у тебя! Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!